Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день, доброе утро, уважаемые слушатели. Радио Болтком, 93.9. Меня зовут Олег Пека. И после двухмесячного, наверное, уже отсутствия, такого летних каникул, возвращается в наш эфир. Программа «Добро пожаловаться». И сегодня в нашей студии председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Также Сергей Сидорко является председателем кооператива БАКа-2. И телефоны в нашей студии 67212-93.9, 67213-93.9. И, ну, конечно, вот лето вроде бы располагает к таким легким темам. Мы, может быть, даже отвлекаемся, не думаем о том, что может прийти зима с ее проблемами. Летом не нужно платить за отопление. Как бы мы, даже если отключается горячая вода, ну, можно как-то еще обойти. То есть мы не ощущаем каких-то таких вот бытовых неудобств. Но, тем не менее, вот осень принесет ряд проблем, о которых мы сегодня попробуем поговорить. И, наверное, ну, вот подключение к отоплению, к теплу – одна из самых таких, ну, актуальных тем уже с приближением осени. Я полагаю, что для домоуправления это очень актуальная тема, потому что, давайте вспомним, в прошлом году начало топикного сезона было где-то в начале октября. То есть там, где были готовы, где стремились поддерживать комфорт в жилых помещениях, там начинали топить буквально с первых чисел октября. Так что осталось неполный месяц на то, чтобы завершить то, что, может быть, еще не успели по подготовке. Ну и, конечно, должны быть завершены все работы, которые связаны с подготовкой самого здания к отопительному сезону. Ну и будет очень интересно посмотреть, как пройдет запуск системы, потому что, если кто помнит, в прошлом году были такие некоторые провальные моменты. Надеюсь, что в этом году все пройдет очень гладко и своевременно. Хочу еще раз напомнить собственникам квартир, что все-таки они должны очень четко реагировать на предложения управляющих компаний по вопросам подготовки к зиме, по вопросам подготовки и зданий, и теплового хозяйства. И все-таки придерживаться тех правил и инструкций, которые есть. Не менять самостоятельно приборы отопления без согласования, не вмешиваться в работу системы отопления. Ну и соблюдать все инструкции, которые им даются по поводу эксплуатации. А если, ну вот, мы собственники квартир, вот, живут себе, как бы, ни о чем не думая, нужно ли сейчас заботиться, не знаю, собирать собрание или в индивидуальном порядке, но, как бы, интересоваться о том, как домоуправление готовится, все ли в порядке, не может ли возникнуть каких-то ЧП и так далее? Я думаю, что, в принципе, не лишним будет тем, кто действительно озабочен состоянием дома, тем, что будет, поинтересоваться в своем управляющей компании, готовы ли их конкретно здание к зимнему периоду. Эта готовность состоит из трех составляющих. Первое – это тепловой узел должен быть предъявлен Рига Силтумс и получен акт о том, что он соответствует техническим требованиям Рига Силтумс. Это первое такое условие, очень достаточно обязательное. Второе условие – это должны быть решены финансовые вопросы, связанные с оплатой отопления. Я хочу напомнить, что Рига Силтумс с каждым годом ужесточает свои требования по финансовой дисциплине с этого года. Он ввел начисление штрафных санкций на неоплаченные суммы, и, насколько я знаю, некоторым домам уже отказано в подаче тепла для горячего водоснабжения. Что будет с отоплением, тоже еще пока не очень понятно, поэтому не лишне поинтересоваться, нет ли таких подводных камней в вашем доме. Долгов, да, вот вообще? Потому что какие-то квартиры были? Понимаете, долги, они всегда присутствуют, но есть вопросы, которые не отрегулированы и не решены. С тем же Рига Силтумс можно договориться об отсрочке платежа, если у управляющей компании есть на то полномочия и так далее. И там вопрос, собственники должны быть в курсе и должны пытаться контролировать эту ситуацию. И последний вопрос, это завершены или не выполнены ли все те работы, которые по подготовке здания к зиме, которые были запланированы или которые были необходимы. Я имею в виду от банального вставить стекла и закрыть окна и двери, чтобы они плотно закрывались до каких-то локального или большого ремонта крыши или ремонта конструктивных элементов здания с тем, чтобы перетратить попадание влаги. Не секрет, что именно влага является главным источником бед для здания. Это и разрушение конструкции, это и потери тепла большие. Сделать это, я так понимаю, что можно и в индивидуальном порядке, или это должен делать, ну не знаю, как всегда выбирается, условно говоря, старший по дому? Ну если есть контактное лицо, то, конечно, это оно должно. Вы запросите эту информацию и, собственно, довести до собственника. Но любой собственной квартир имеет право получить эту информацию в своем домоуправлении. В этом не должны быть ни проблемы, и в этом нет никаких секретов. То есть не могут отказать в домоуправлении в предоставлении такого рода информации, там сославшись на как-то не надо? Я не вижу причин. Я не вижу причин никаких. Ведь домоуправление кровно заинтересовано в том, чтобы дом вовремя вошел в отопительный сезон, и все было хорошо, самим себе создавать проблемы. Но мне не верится, что кто-то хочет. А если возникает действительно ситуация, когда у дома накопился долг, может быть, даже не вина всех, кто позвонил, там, с соседних квартир, и эти вопросы с долгом не отрегулированы, ну то есть вот в домоуправлении говорят, что да, могут быть проблемы, что как действовать в такой ситуации? В первую очередь я хочу предупредить, чтобы никто не расслаблялся. На самом деле наше законодательство построено таким образом, что за все отвечает собственник квартиры. А за вопросы поставки услуг, которые необходимы для функционирования жилого дома, а это тепло, газ, если газ используется для отопления, вода и канализации и вывоз мусора, эти три основных услуги, во-первых, они должны быть обеспечены собственником, то есть они должны, в соответствии с поддержкой, должны быть заключены договоры, и услуга должна быть оплачена, и за выполнение всех условий договора отвечает общность собственников квартир. То есть в данном случае этот долг, который может создать одно лицо или там несколько лиц, оно является в данном случае коллективным долгом. И надо совершенно четко это понимать, из этого исходить. Да, возможно, вы сможете предъявить претензии, и возможно, потом можно будет взыскать эти деньги с этого должника или с этих должников, возможно, можно будет предъявить претензии к управляющему, что он затянул, там, решение, это юридическое решение этих вопросов и так далее. Все возможно. Но если у вас на отопительный сезон сейчас вдруг выясняется, что у вас проблемы с подключением из-за неурегулированности долга, то нужно принимать решение о том, чтобы этот вопрос урегулировать. Но это так обтекаемо звучит, вот нужно принимать решение. Заплатить. То есть заплатить, да? То есть на данный момент заплатить, и если перед началом отопительного сезона у вас возникает такая проблема, то я настоятельно рекомендовал. Как бы это ни звучало, сейчас я думаю, что это очень многим не понравится, сначала урегулировать вопрос платежа, а потом уже начинать разбираться, кто виноват, в чем виноват, и как это все можно возместить. Но входить в отопительный сезон с отключенным отоплением я бы не советовал. Такой опыт у людей уже был у некоторых, когда-то был, по-моему, 2008 год, когда массово не подключались некоторые домоуправления, и тогда были очень большие проблемы у людей, и очень трудно было им психологически понять, что это все-таки зона коллективной ответственности, а индивидуальная потом уже будет. Но вот опять-таки, где вот эти границы? То есть как может быть решен вопрос, вот если самая худшая ситуация, ну, одна или две квартиры, злостные неплательщики, каким образом, ну, то есть получается, каждый, кто может, сбрасываются посильно? Нет, это как оплата отопления. Это идет в пропорциональной площади, каждый делает дополнительный взнос, гасится, и потом таким же образом эти деньги возвращаются. Но нужно четко понимать, что после 2010 года, долги после 2010-2011 года, такие не должны создавать таких проблем. Чаще всего это будут создавать проблемы, эти проблемы создавать долги до 2010 года, пока был старый порядок взыскания долгов. Тогда это было затяжно, и там были большие долги, и более того, эти люди просто исчезли, а долги за домом зависли. И это такая очень невешенная проблема. Но это надо разбираться каждый раз индивидуально. Как бы это печально ни звучало, но все-таки нужно исходить из того, что нужно настроиться на то, что в первую очередь обеспечить себя любимых отоплением, а потом уже разбираться во всех, кто виноват, почему виноват и где виноват. Телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Говорим о проблемах, которые могут коснуться всех и каждого. Даже если вы регулярно платите по всем коммунальным платежам, все равно может возникнуть, вот как мы уже выяснили, такая ситуация неприятная, когда из-за недобросовестных неплатильщиков придется коллективную ответственность все-таки перекладывать на все плечи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Мне как-то непонятно это разъяснение взыскания долгов. Вот у нас муниципальный дом, Ривеснаму Парвелникс. Я через протокол собрания одна квартира 10 лет не платила, задолжала 16 тысяч. На данный момент две квартиры. Однокомнатные, где летом идет 30 евро, уже 2 тысячи долга. По другой 4 тысячи ходила, писала, через протокол собрания все. Никакого результата нет. Вот так долги и растут. Как мы можем, собственно, бороться с этими должниками? Тем более, если я беру информацию в центре обслуживания, я еще не имею права разглашать это подобно, что вот такая-то квартира, долг такой-то за коммунальные платежи. Ну, как нам, собственникам? Мы же абсолютно бесправны в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь сразу я хотел бы спросить, а вы права собственности до конца оформили? Это ключевой момент. Обычно Ривеснаму Парвелникс управляет домами, которые не переняли права собственности до конца. То есть не прошло собрание, они не заявили, что эти дома отвечают за свою собственность. Ну, это мы уже неоднократно. Она говорила, что это муниципальный даже дом. Ну, что такое муниципальный дом, это вообще непонятно. Это вообще непонятно. Муниципальных домов нету, потому что если есть квартиры, которые принадлежат нашему муниципалитету, то это муниципалитет по отношению к этим квартирам выступает как любой субъект гражданского права. То есть у них никаких особых моментов нету, и проблем тоже с ними не должно быть. На самом деле единственный путь, как вы можете начинать воздействовать на домовое управление, это перенять права собственности согласно закону о приватизации жилого фонда, если это не сделано. Дальше рассматривать, если вас не устраивает работа управляющего, у вас есть две возможности. Первое, это поменять управляющего просто. И второе, это предъявить претензии управляющему вплоть до судебных претензий о том, что он недобросовестно исполняет свои обязанности. Такие возможности в законе предусмотрены, и нужно реализовывать, становиться действительно собственниками. Я не в укор этой радиослушаннице говорю, потому что видно, что человек интересуется, и скорее всего, начни она сейчас в доме разговоры о том, что давайте принимать ответственность на себя, скорее всего, мало что получится. Но у нас очень большое количество домов живут в таком, скажем, расслабленном состоянии. То есть мы муниципальные, нам все должны, какой РНП плохой, а мы собственники. Или вы собственники, или РНП плохой. Потому что на самом деле, если вы заканчиваете процесс приватизации, у вас есть возможность заключить новые договоры и управляться уже так, как вы закажете, а не так, как вам на сегодняшний день предлагает нормативная база, которая построена на основании, ну, того, что люди не исполнили требования закона о приватизации жилого фонда. Вот поменять управляющего. Ну, сейчас мы поговорим об этом. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Добрый день. Вот на счет бесправия. Мы, понимаете, за все платим, за землю, за все, но совершенно бесправные. Вот тут рядом школа и садик какой-то, и офисы, да, и во двор заезжают, машины ставят. Хотя вы поставили шилду, приват и пошумцы, да? Нет. А кто, я прошу прощения, а кто поставить должен? Ну, а что, я пенсионерка должна бегать? Вы там организоваться должны, да? Как-то. И, понимаете, канавы прорыли, эти машины. Вот раньше боролись в советское время со слоновыми тропинками. Теперь, вот Грегор 4, подъедьте, посмотрите, что тут. Канавы прорыли, сюда вся буза стекает с улицы. А каких-то кусков асфальта набросали. Ни травы не засеивают, ничего. Что я должна этим заниматься? А где эти ваши знаменитые, эти ответственные по дому? Они же что-то там получают, где эти дворники, да? Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Ну, вот ответственные по дому, я понимаю, ничего не получают, то есть... Ну, вопрос не в том, что значит ответственные по дому, это очень интересная позиция. Не надо заблуждаться. Есть в законе прописано контактная персона, то есть это персона, которая образует информационный, ну, обмен информацией между, ну, то есть домоуправлением и домом. И она избирается на собрании, назначается на собрании собственников. То есть никто не должен никуда бегать, уважаемая радиослушательница. Вы должны собраться на собрании, избирать себе контактную персону. Или, если вы хотите, чтобы у вас был, как вы говорите, хозяин в доме, то избрать уполномоченную персону, там процедура немножко другая, побольше голосов нужно, и наделить ее полномочиями от вашего имени решать. И тогда вы можете к ней обращаться, а он может уже контактировать с домоуправлением и там уже ставить задачи. Опять-таки, распространенная точка зрения, мы бегать не будем, нам должны. А кто должен вам поставить знаки? Хотя бы заявление о том, что вам надо поставить знаки, вы должны подать в домоуправление. Хотя бы заявление. И там в зависимости от того, чья земля, если земля принадлежит, ну, условно говоря, дому, то тогда это нужно решать путем опроса. Если в домоуправлении вам подготовят соответствующие документы, их придется все-таки принимать. Подписать и постановить, что давайте поставим знаки, потому что знаки при всем, таком, скажем, очевидности вопроса, это дело не бесплатное, там, ну, необходимо затратить определенные деньги на то, чтобы установкой у домоуправления нету полномочий тратить деньги, а своих денег никто тратить не будет. Это первое. Второе, если вы говорите, если эта земля принадлежит хозяину, то тогда на основании этого заявления домоуправление вправе связаться с хозяином земли, согласовать с ним вопрос установки знаков и то же самое собственники должны принять решение, что они хотят эти знаки, установить правила пользования этими машинными местами и после этого и определить порядок финансирования. Без собственника здесь никуда. И если вы говорите с одной стороны, что вы собственники, а с другой стороны кто-то вам чего-то должен, то давайте что-то одно исключим. У нас сейчас небольшая пауза, после чего мы вернемся в студию, продолжим программу Добро пожаловаться. Я напомню, что в нашей студии председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир Сергей Сидорко. Микс Ньюс. И вот у меня был вопрос по поводу того, поменять управляющего. Вот, слушательница, вы говорили о том, что есть возможность или поменять управляющего, или подать в суд за неисполнение своих функций и обязанностей. А скажите, вот для того, чтобы поменять управляющего, сколько необходимо голосов собрать собственников квартир? 51% от общего количества квартирных собственностей. Только надо не забывать, что процедура созыва такого собрания или процедура принятия решения, она может быть или приниматься решением собранием, или путем опроса. Нужно четко смотреть за соответствующие законы и соблюдать все формальности, которые оговорены в законе, об оповещении, о порядке, о тех вопросах, которые необходимо рассмотреть. И это не представляет каких-то особых проблем. На самом деле, что такое смена управляющего? Не всегда нужно менять управляющего. И не призывая, что сразу давайте, особенно в тех домах, которые РНП, что давайте сразу меняйте управляющего. На самом деле нужно сменить модель управления. Сегодня те, кто не завершил процесс приватизации, то есть не прошел через последнее собрание, они находятся в условиях принудительного управления. И это четко прописано в нормативах. То есть если, ведь как было по закону о приватизации жилья? Через 6 месяцев, в течение 6 месяцев с момента принятия решения о передаче дома на приватизацию, это был 96-й год, там, скажем, условно, в течение 6 месяцев после принятия решения даже собственники квартир потенциальные должны были собраться на собрание и выбрать модель управления. И заключить договор с управляющей компанией уже как собственники. То есть уже у них появлялось самое главное право продиктовать, что и как они хотят. Ну, допустим, тот же самый предыдущий звонок, вот где ваши дворники. Дворники там, где вы им позволили быть. Потому что на сегодняшний день есть минимальные условия уборки управляющего в неперенятом доме, а он может применять только минимальные условия уборки. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот не первый раз звоню, не первый раз буду спрашивать. У нас обслуживает РНП, вот, 152 квартиры, 70% жильцов не платят. И вопрос десятилетиями длится. И вот это РНП только пишет, вот подали в суд на того, на того. Но почему подают в суд, когда уже квартира стоит дешевле, чем сам долг? Там по 10, по 20 тысяч. Всего общий долг 80 тысяч. Ну, что это такое? Почему жалеют должников? Почему их там, не знаю, не выселяют, не прессуют, не отключают? Хотя бы воду и канализацию можно как-то подключать. В общем, не знаю, что делать с этим. Ну, я отвечу вам так. Я не считаю, что управляющие вправе каким-то образом воздействовать на должника типа отключением коммуникации воды и так далее. Во-первых, как правило, технической возможности нет. Или она, грубо говоря, небезопасна, как отключение канализации. А куда все эти отходы пойдут? Вам на голову? Те, кто живут там. Во-вторых, мы не знаем, что делается за дверями. Мы не знаем, что за причина там. И в этом плане, я думаю, что это не путь как-то воздействовать там вот таким способом. Второе, меня вызывают удивление. Такие звонки, потому что я по собственной практике, у меня 27 домов и 2000 квартир. Ну, нет у нас проблемы долгов. Ну, нет. Вот после того, как приняли изменение законодательства о том, что можно рассматриваться иски в письменном порядке и ускоренном порядке, ну, не может это быть. Если нормально налажена юридическая работа, то после 2010 года долги не могут представлять собой какую-то проблему. Они есть. Жизнь есть жизнь. Человек все равно кто-то там. Но чтобы они вырастали до каких-то астрономических сумм, как вы говорите, что 70% или 80% не платят. Но это, я думаю, вам тогда надо менять управляющего. Либо заканчивать процесс приватизации, требовать от него совершенно четких действий, понимать, что за долги. Может быть, эти долги были накоплены до кризиса, который был последний. Там сложнее вопрос, и там, возможно, он неразрешим на сегодняшний день. Но это немножко не то. Здесь нужно разбираться. Да, пожалуйста, здравствуйте. Ваш вопрос. Доброе утро. Доброе. Извините, но я не понимаю одного. По-моему, это организация, которая предоставляет услугу. Ну, например, отопление. Нужно обратить внимание на злостных неплательщиков за тепло и принять меры. А меры простые – отключить от общего стояка. В чем проблема? Почему я, пенсионерка, которая платит систематически, должна за какого-то должника платить деньги, которых у меня, так, извините, немного. А этот должник возьмет потом и уедет куда-то, или за границу, или сменяет место жительства. Объясните, пожалуйста. Ведь проще простого разобраться с этим. Будьте любезны. Спасибо. Я могу вам ответить первое. Отключение от отопления – это абсолютно неэффективная мера. Потому что никто не отменял в доме теплообменный. И что значит отключить от отопления? Снять батарею у должника? Можно. Но в квартире должника, если у вас включен отопительный сезон, меньше 16 градусов, все равно не будет. Потому что полстены и потолок – это прекрасные радиаторы. Когда нагрузка на ваши квартиры возрастет, а он, ну, типа платить не должен. Но это только типа. Потому что тепло, он будет в достаточном количестве, ну, по крайней мере, для некомфортного проживания, но в достаточном количестве для некомфортного проживания он будет получать. Это первое. Значит, такой путь нерационален, потому что вы будете платить в неявном виде. Он не будет должен, а нагрузка на ваши квартиры. Это первое. Второе – это вопрос законодательства. Это вопрос законодательства, потому что у нас законодательство построено таким образом, что долг за работу и содержание общих коммуникаций является по отношению к физическому лицу, создавшему этому долг. Это долгом физического лица, и он не распространяется на собственность. А по отношению ко всему коллективу собственников данного дома он является коллективным долгом. Вот здесь это противоречие пока не будет устранено. Эстонцы, допустим, пошли по такому пути, что по умолчанию сейчас размер долга, долг в размере годового платежа является уже ипотекой. То есть сразу это уже по умолчанию наложено ограничение. Если ты в течение года накопил долг и потом пытаешься отчуждить эту квартиру или исчезнуть куда-то, то этот долг переходит не на человека, а на квартирную собственность. И, соответственно, накладывается вес на это имущество. И ты никуда не денешься после этого, потому что этот долг будет обеспечен имуществом. У нас же считается, что нет, это к имуществу как бы отношения не имеет. И вот это противоречие, оно является основной болячкой для всех долгов. Но через СЭМ на сегодняшний день сколько ни пытались переубедить некоторых персон, даже не депутатов, а чуть-чуть пониже статусом, не удалось. У нас продолжают поступать звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Я немножко, извините, догонку, потому что вы неправильно поняли немножечко, да. Я просто, кто в городе должен смотреть за порядком? Вроде мы Европа, да, чтобы вот такая была буза во дворе. Неужели ж надо бегать пенсионеру, который вот по квартире передвигается плохо, и какие-то телеги писать? Есть же какие-то надзорные органы. Например, у нас тут уже на этой нашей позже паркуются не просто семейные автомобили. Тут, видно, арендуют где-то квартиры, и такие просто грузовички паркуются, стоят неделями. Они ни за что не платят, когда будут строиться какие-то автостоянки, парковки. Вот что планируется? Что-то, порядок какой-то навести, да, чтобы людям было нормально жить? Спасибо. Мы же Европа или не Европа? Да, но здесь я понимаю, что опять-таки психология человека в том, что кто-то должен строить парковки. Или нет, но кто-то должен строить парковки, кто-то должен заниматься общегородскими проблемами, кто-то должен. Но этим занимаются в той мере, в какой могут. Я, допустим, могу сказать, по примеру Пурциям, прекрасно самоуправление построило там свыше 150 дополнительных парковочных мест вокруг микрорайона. Тем самым освободив там или сняв напряжение внутри микрорайона. Но в первую очередь нужно понимать, поскольку мы Европа, то собственник отвечает за все. Это было не Европа, когда за все отвечало государство. Сейчас у нас Европа, и за собственник отвечает за все. В том числе за организацию движения на функционально необходимом, принадлежащем или не принадлежащем ему земельном участке. То есть он определяет порядок парковки, он определяет порядок движения на своем участке. Поэтому не избежать, я не говорю про бегать, но, извините, пожалуйста, вы же не единственное в доме. Не единственный же дом, наверняка там 60-ти квартир на какой-нибудь. И что, вот всех вас одну не устраивает, а всех остальных устраивает? Думаю, нет. Я думаю, что все нельзя, я еще раз могу сказать, нельзя сидеть и ожидать, что кто-то вам решит. Я приведу пример своего кооператива. Мы в свое время озаботились этим вопросом и предложили собственникам решить. Сразу откликнулись и быстро приняли решение где-то 8 домов. Остальные сказали, что это блажь. Но когда увидали, как это начало работать, и когда те лишние машины от этих домов начали перемещаться к соседним, тогда пошло и сейчас все дома имеют свои знаки. Да, не хватает парковочных мест. Все равно там не решается никакой вопрос. Просто-напросто в такой ситуации решается один вопрос. Гарантированно около дома стоят машины только собственников квартир. Сколько, это уже другой вопрос. Сколько повезло по разделу земли. У кого-то много мест, у кого-то мало мест. Но, тем не менее, чужие там не ходят. Таким образом можно навести порядок. Понимаете, мы ждем, что нам кто-то сверху наведет. У нас очень маленький земельный участок и очень маленькое здание. Давайте наведем порядок сами в нем. А дальше будем уже смотреть, а кто что должен дальше. А вот получается, просто я понимаю, что у всех звонящих один и тот же вопрос. Ну, как бы подсознательно получается так, что недобросовестным собственникам быть выгоднее, чем добросовестным. То есть получается так, что управу найти на злостных неплательщиков очень и очень сложно. Никаких проблем я вас перебью. Я еще раз повторю. После того, как ввели письменное рассмотрение дел в судах, и в чем была проблема до 2010 года? В том, что это рассматривалось в общем гражданском порядке. Там все три инстанции надо было проходить. Во-вторых, дела рассматривались. Там подаешь заявку, через два года первая инстанция, через четыре года вторая инстанция. И там через вообще неизвестно, когда третий, если до нее доходит. Сейчас это все сделали. Во-первых, процесс в основном это письменное. То есть судья просто рассматривает документы. Он не приглашает, никого там уже диспута не ведется в основном. Во-вторых, дело рассматривается в любом свободном суде Латвийской Республики. Это означает то, что если я подаю сегодня иск по взысканию долга по квартире, которая находится в Риге, а, допустим, ближайший судья свободный находится в городе Аллоксный, то туда отправят дело и все. И поэтому сейчас споры по квартирным долгам, они рассматриваются при нормальном течении, от возникновения долга до решения суда и начала исполнения где-то год, ну максимум. И это означает, что там никаких тысяч не может быть, во-первых, если ты правильно и своевременно работаешь с долгами. Значит, там какие-то другие причины. Там или недоработка управляющего, или что-то еще, не знаю. Так вот сказать, не видя дела и не понимая всех условий, часто бывает другое. Я слышал-то о том, что приходит человек, пишет соглашение о погашении долга, в программе ставится галочка, что вот у него там вопрос закрывается, а потом контроль о том, платит он, выполняет он это соглашение или нет, то можно это упустить. Вторую галочку не поставил никто. И это, ну опять-таки, я не буду комментировать, ни мое хозяйство не могу сказать, но я могу сказать так, что сегодня у нормально поставленной работы управляющего долговой проблемы не должно быть. Так что возьмите это на вооружение. Не знаю, ну насколько вот мы удовлетворили вопросы и любопытства, но у нас еще есть несколько минут. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете дозвониться и задать свой вопрос председателю управления товарищества Центра консультаций собственников квартир Сергею Сидорко. И, ну, у нас мы, наверное, уже не успеем, конечно, затронуть мусорную реформу и реновации подготовки к зиме. Это, наверное, будут уже скорее такие темы к следующих наших встреч. Но вот подводя, может быть, итоги, тогда еще раз для тех, кто только подключился. Ну, сейчас еще один вопрос. Примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, и все-таки непонятно, почему на нас впихнули все. Нас заставили приватизировать квартиры. Нас заставляют теперь быть ответственными за всех и за все. Скажите, пожалуйста, можно вам вопрос? Ну, если мы, подождите, не перебивайте, если мы находимся в таких торговых отношениях, я вам плачу, так почему тем, кому я плачу, мне ничем не обязан? Например, Ригас Газы, Ригас Свет, Электричество, они почему-то там отдельно спрашивают с нас, почему я должна Ригас Уденс, Ригас Силтумс отвечать за всех. Ригас Газы я отвечаю сама за себя, Ригас Электриба я отвечаю сама за себя, и я плачу честно, и у меня с ними нормальные торговые отношения. Почему я должна Ригас Уденс, Ригас Силтумс и так далее, почему я должна быть ответственной за весь дом, за всех жильцов, что это вообще непонятная коллективная ответственность. Получается, это вообще какой-то узаконный рейкер, мы вам не дадим тепло, потому что какой-то там Ваня не заплатил за дом, за свои у него долги. Что это вообще такое? Так, можно уже теперь вот ответить? Можно. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вас под конвоем ввели на приватизацию к вашей квартире? Да, под конвоем, да. А кто конвоировал? Нас под конвоем, потому что... Нет, я не спрашиваю нас, я спрашиваю вас, вас лично кто ввел в приватизационную конвою? Меня лично, да. Кто-то ввел? Да, меня лично. И не только меня, всех остальных раз. Нет, нет, я про всех не спрашиваю, я вот вы говорите, меня заставили. Мне интересно, кто вас отвел на Вагнера и заставил подписать договор купли-продажи? Вот кто? Государство. Как? Государство, потому что оно меня шантажировало. Чем? Оно говорило о том, что если вы не приватизируете квартиру, то эта квартира вам никогда не будет, и мы вас в любое время сможем выселить. Или какой-то чужой дядя к вам пропишется, и в конечном итоге вы окажетесь без... Ну, немножко не так вам говорили. Вам говорили о том, что вы можете приватизировать квартиры или можете остаться арендатором квартиры со всеми плюсами и минусами одного и второго процесса. Я же жил в то же время и прекрасно все это помню. Ну, не надо, это демагогия спрашивает. Если, я не могу сказать, что демагогия, потому что вы можете зайти в Римскую Думу и поинтересоваться, сколько квартир не приватизировано. Они есть, они есть, это первое. Поэтому, на самом деле, да, мы все купились на то, что мы будем большие хозяева. Да, нам эту морковку повесили перед носом, но мы сприватизировали. Но нельзя быть... И вот сейчас вопрос, почему коллективная ответственность? Ну, а как вырвать отдельную квартиру? Система отопления, она общая. Ты не можешь вывезать одну отдельную квартиру с ее водоснабжением и канализацией, выставить его и теплоснабжением, выставить в лес и пускай он там мерзнет. Значит, все равно тепло потребляется и здесь никак по-другому не решить вопрос. А другой вопрос, нужно решать так, чтобы вот, что делать с теми долгами, которые застряли, и людей уже этих нет. И долги висят, и довольно существенные могут висеть долги. У меня тоже в кооперативе, это проблема, 40-50 тысяч, это просто висит, вот она исторически. Людей этих найти ты не можешь, исполнительные листы есть, судебные решения есть, а что дальше? То есть, это государственная проблема. Да, вы несете, живя в многоквартирном доме, вынесем коллективную ответственность за платежи. Да. То есть, выход только строить индивидуальный дом и там уже целиком. Ну, что значит индивидуальный дом? Ну, строят люди подъездные пути общие. Ну, где-то от элементов общности, от элементов этого колхоза вы никак не избежите. Да, ну, не можете же вы построить вообще дом где-то на облаке и летать на самолете, который никогда не садится на землю там, по лестничке спускаться. Все равно вы будете связаны с обществом, это первое. Второе, с этим нужно считаться и с этим нужно жить. Но еще раз повторяю, там есть неурегулированный юридический вопрос, который зависит от законодателя. Когда, наконец, законодатель поймет, что вопрос вот этой вот коллективной ответственности, он есть, это уже все поняли. А вот теперь как его разрешить так, чтобы в конечном итоге не пострадал индивидуум? Потому что я, если ссылаясь на опыт Эстонии, еще раз повторяю, там есть этот залог, так называемый, автоматический. С одной стороны. С другой стороны, там есть законодательно поставленная обязанность. Дом должен создать резервный фонд в размере трехмесячного платежа годового, месячного, за три месяца. С тем, чтобы обеспечить непрерывность платежей в силу того, что платежи то запаздывают, то еще что-то выравниваются. То есть там наводится баланс. Люди понимают, что они в коллективной ответственности. Они понимают, что услуги, которые они получают, будут поставлены в полном объеме и качественно только в том случае, если они сразу и полностью будут оплачены. Для этого создается резервный фонд. И то, что из резервного фонда деньги в него всегда вернутся, потому что государство обеспечило юридический возврат этих денег. То есть у нас эта цепочка разорвана. То есть коллективная ответственность есть, а при определенных условиях возврат долга не гарантирует. Вот в этом есть проблема. Ну и получается, насколько я понимаю, что если у человека долг по коммунальным платежам, он все равно может эту квартиру продать. Продать, и человек может въехать, не зная, что... Более того, человек не обязан узнавать этого. В законе написали, что должен поставить в известность. Но идея-то была сначала первоначально какая-то. Должен поставить в известность, и при сделке старый и новый собственник должны решить, каким образом будет погашен долг. Вот эту фразу вычеркнули из закона окончателя. То есть поставил в известность, ну и что, ну я знаю, что у тебя был долг. Но я за него ответственности не несу, потому что долг не привязан к имуществу. Хотя это, я еще раз повторяю, это долг за общие коммунальные услуги. Это не индивидуальный долг. Ну да, это получается прореха в законодательстве. Это давняя проблема, которая обсуждалась, уже с каким составом Сейма обсуждалась, и все равно есть там люди, которые говорят, что это не должно так обещаться. И более того, если вы сейчас возьмете какого-нибудь там высокопоставленного юридического работника, он скажет, а нет коллективной ответственности. Только тепло не подают, и все. Ответственности нет, и тепла нет. И пока ты не напишешь, что ты погасишь этот долг, ты тепла не получишь. Ну вот, такова жизненная ситуация. Ну что же, нам уже пора, наверное, заканчивать. Огромное спасибо всем тем, кто звонил. Мы продолжим. Теперь программа будет выходить каждый понедельник с 10 до 11 часов. Если у вас есть вопросы, вы можете звонить. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко был сегодня в нашей студии. Спасибо вам. До свидания.